Невская сельская библиотека к 85-летнему юбилею Улжаса Сулейменова подготовила онлайн-мероприятие «Волшебная магия стихов». Улжас Умарович Сулейменов. Казахский поэт, писатель, литературовед, герой труда Казахстана, народный писатель Казахской ССР, общественно-политический деятель Казахстана, дипломат. Первые стихи опубликовал Улжас Сулейменов в молодости. Появились они на страницах всесоюзной литературной газеты. Произошло это событие в 1959 году. Что интересно, поэт предпочел русский язык в творчестве. Правный редактор газеты «Казахстанская правда» заблаговременно заказывает молодому поэту стих, посвященный полету Гагарина. Тот успевает написать лишь несколько строк, но и их напечатают в газете. Развивая заданную тему, Улжас Сулейменов написал поэму «Земля поклонясь человеку». Эта поэма была готова буквально через неделю, но опубликовали ее в мае 1961 года. За это произведение поэт был удостоен премии Республиканской комсоморской организации. Поэма «Земля поклонясь человеку» стала такой популярной, что ее заглавные слова позднее выбили на памятнике, установленном во Владимирской области на месте гибели первого космонавта Юрия Гагарина. Сразу после поэмы ушли в печать Аргамаки – первый сборник стихов. В 1962 году выходит еще один поэтический сборник «Солнечные ночи», который поражает темпераментностью, широтой и образностью. Следующий сборник печатается в 1964 году. Называется он «Доброе время басхода». Собранные здесь стихи Сулейменова стали популярными, потому что автор в них удачно совместил русскую и казахскую литературы, традиции обоих народов, задор молодости с книжной образностью. Несмотря на то, что поэзия Сулейменова переведена на 11 языков, наибольшую известность она обрела во Франции. В этой стране опубликовано множество отдельных стихов в периодических литературных изданиях, а кроме того вышло несколько полных сборников. Наибольшую полемику вызвали две книги «Год обезьяны» и «Глиняная книга». Последнее произведение, по мнению переводчика Леона Робеля, несмотря на едкую шутливость, эпическое. Оно призывает к братству культур и взаимному обогащению нации. Именно «Глиняная книга» обеспечила Сулейменову признание в среде советской интеллигенции. Улза Сулейменов – незаурядный человек и гениальный поэт, ставший олицетворением эпохи шестидесятников и живой связью с ней. Стихи Улжаса Сулейменова отражают стремление писателя возродить душевность и мораль в современном мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok